Летний зной сменил настоящий ураган. И даже тот, кто мечтал о дожде в 30-градусную жару, такого шквалистого ветра и ливня явно не ожидал. В Щёлкове, как и в других районах Подмосковья, стихия бушевала больше часа. Не обошлось без последствий. Перевои с электроснабжением и подачей воды, поваленные деревья во дворах, на проезжей части. От урагана пострадали автомобили и здания. В посёлке РТС, в деловом центре Русич, порывом ветра сорвало кровлю. Счастью, никто не пострадал. Случай в микрорайоне Жигалова обсуждался в социальных сетях в течение всего дня. Жительница многоквартирного дома по улице 8 Марта случайно записала на видео, как молния попала в высоковольтную линию электропередач, после чего на подстанции возник пожар. Видео, которое облетело интернет, было снято с верхних этажей этого дома. Всё произошло буквально за доли секунды. Удар молнии был такой мощности, что осколок изолятора отлетел на расстояние около 100 метров от подстанции. Произошло попадание молнии, разряд молнии в оборудование, конкретно массовый включатель. Повреждённая оборудованность сейчас выведена в ремонт. Пожар, который был на видео, он самоликвидировался, по сути, сразу. Все потребители находятся в питании. Напряжение нормальное, по сети 10 кВт. Вопросов по потребителям нет. Я 27 лет работаю, и вообще такого случая не могу. Ущерб энергетикам только предстоит оценить. Как отметил Вячеслав Песков, средства МЧС на восстановление подстанции не привлекались. Повреждённое оборудование будет заменено в течение ближайших часов силами энергетиков. Пока подстанция работает по временной схеме. Электроэнергия в дома поступает с других трансформаторов. Городские службы устраняют последствия урагана по всему округу. До 1 июля для посещения закрыт городской парк. В некоторых микрорайонах помочь справиться с поваленными деревьями решили сами жители. Так, во дворе дома 21 по улице Космодемьянская владельцы квартир убрали поваленную ветром берёзу. Ураган нанёс ущерб и некоторым владельцам автомобилей. На улице города можно было наблюдать упавшие на припаркованный транспорт деревья. По информации, предоставленной Щёлковской областной больницей, в отделение травмы поступил мужчина, на которого упало дерево во дворе дома. К счастью, обошлось без серьёзных травм. Из-за шквалистого ветра и ливня в некоторых домах микрорайонов Заречный, Чкаловский посёлка биокомбината пропадал сигнал телевещания. Последствия аварии устраняются специалистами. Восстановить вещание в домах планируется к 29 июня.